Пожалуйста, коллеги, еще вопрос. Александр Александрович, все-таки в продолжение тема рыбаков. Когда эта новость появилась и в самой большой группе рыбалка, Балакова, ну очень большой негатив, конечно. Нужно ведь понять, что и замечания рыбаков, они действительно справедливы. Все ждут этих майских праздников, там готовят снасти. И ведь рыбалка именно для спортивных рыбаков и нормальных рыбаков, я не говорю про тех, кто устраивает шабаши с шашлыками. Это ведь на самом деле самоизоляция как максимальная. То есть они находятся одни, ловят и занимаются именно рыбной ловлей. Вот какие-то послабления, нельзя ли это сделать все-таки в сторону нормальных рыбаков, не скандальных, а которые стоят одни и ловят. Хорошо, я еще раз проговорю не только с руководителем полиции, с Гришиным Николаевичем, но и с инспектором, с Матвеевым. Если надо, пообщаюсь с Орленко, руководителем, главным рыбоинспектором по Саратовской области по данной теме. Могу сказать одно, что выявленные факты, мы вместе с вами и вы были яркими свидетелями, когда 1 июня и дети выпускали большой объем рыбы и в Балаковку, и в Пруде, и в Леневку. Но, к сожалению, мы и просили, и обращались. Ни в коем случае не заниматься там никакой браконьерской ловли. Но, тем не менее, такие случаи есть. И они вопиющие. Поэтому, конечно же, к этим людям, которых выявляют и в ночное время, ну, снисхождения никакого не будет. Мы специально занимались зарыблением с тем, чтобы растительная ядная рыба в течение 2-3 лет подросла, съела, так сказать, весь камыш, вычислила максимальные берега. И уж потом можно выходить на какую-то рыбалку, но не сетями. Не вот таким грабежом. Таких людей мы выявляем, они у нас есть, к сожалению. и к ним относимся со всей высокой долей строгости. Ну, а по рыбакам обязательно переговорю еще раз Гришину и с рыбоинспектором на территории Балаковского муниципального района Сан Саныч, ну, вы все правильно заметили, что те, кто ставит сети, мы, я их вообще не считаю, как бы, рыбаки и не называют, к ним не применяют слово. Мы сами вытаскиваем регулярно все сетки. И в том числе все спортивные рыбаки, они сами их вытаскивают кошками и выкидывают, сжигают. И все-таки второй больной вопрос. Вот так же прошла информация на уровне Саратова, по-моему, он Стрелюхин озвучил тот факт, что также будут штрафовать людей, перемещающихся на водном транспорте, на лодках. Ну, не секрет, конечно, сезон тоже открывается, но уж лодки тоже я не понимаю. О личном транспорте можно перемещаться, а на лодках в окружении воды в одно-в-два лица, то есть, когда у вас семья почему-то нельзя. То есть, к этому будут санкции. Какие будут? Ну, давайте так, я сейчас же переговорил с руководителем ГИМСа, тем, чтобы узнать, какие данные поручения по тому, как штраф, потому что в основном ГИМС у нас на воде этим занимается, и доведу до вас информацию или через Инстаграм, или через нашу общую группу. На первый взгляд, да, наверное, вы правы. Человек, если там или один-два человека едут в лодке, ну, наверное, это вполне допустимо. Выясню все, вам в группу сообщу. ПОЁТ